Приветик всем ребята, Кента пока на проводе и прямо сегодня у нас будет очередная проверка лайфхаков И вы не поверите, но прямо сегодня мы будем проверять лайфхаки самого Вели Поэтому Веля, тебе привет Ну а к вам ребята, большая просьба Если вам нравится подобная рубрика, это новый формат, который я запустил Пожалуйста, поддержите меня вашим лайком Кто поставит лайк, у того завтра с кейса выпадет нереально крутой керамбит Поэтому ребята, ставим лайк, подписываемся на мой канал Ну а мы начинаем Хочешь топовый инвентарь, но нету денег? Заходи на стеди дроп, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа И выигрывай дорогие скины Быстрый вывод, моментальное пополнение и множество режимов Промокод Кент умножает сумму в 2 раза Стеди дроп, это мой выбор, заходи и выигрывай Ссылка в описании Ну что же, поехали! Да, перед первым боем самое главное подстроить управление под себя Заходим в настройки, вкладку управления и кликаем по кнопке кастомизация А дальше как в вашей душе угодно Перетаскивайте кнопки, меняйте их размер, даже можно изменить прозрачность Но для новичков советую не менять прозрачность кнопок Я, ребята, в общем, слышал такую теорию, что если вы играете в 3 пальца, то там должно быть вообще другое расположение Если это правда, пожалуйста, напишите об этом в комментариях Просто мне вот интересно, многие из вас используют кастомизацию для игры? Или все используют сценарные настройки? Потом, когда вы привыкнете к расположению кнопок, можно делать их прозрачными Плюсую, плюсую По поводу чувствительности, чувствительности с прицелом и ускорения Я всем рекомендую поставить на такие настройки, как у меня, потому что это очень удобно По поводу ускорения, тут 100% ускорение надо делать на ноль, потому что оно, по сути, бесполезное Ну что же, по поводу первого лайфхака, я сказал то, что я согласен полностью с автором данного ролика И он прав на 100% Лайфхак номер 2 Номер 2, летс го Второй лайфхак Выключение нужной игровой функции Чтобы у вас не взорвался мозг, поясню В стенд-офф 2 есть довольно непонятные функции Например, прыжок на двойное нажатие Напишите... Ой, братан, пожалуйста, не говори ничего по этому поводу Потому что двойное нажатие, это просто взрыв мозга Это, знаете, то же самое, если скрестить курицу с сковородкой Ну, примерно, то же самое В комментарии, кто этим пользуется, потому что я вообще не... Я не знаю, кто-то вообще пользуется двойным нажатием? Кто пользуется, напишите в чате Мне кажется, это просто бесполезная хрень, не? Не понимаю, для чего так усложнять игровой процесс Прыж... Слушайте, а давайте чисто по рофу я попробую поиграть с двойным нажатием и проверим, как это Ох уж этот двойной прыжок Вы просто на это посмотрите Если раньше я считал, что он просто неудобный То сейчас я считаю, что он просто ненужный Вообще ненужный Я представляю, если надо припрыгнуть с одного здания на второе Это просто нереально На эмуляторе это вдвойне неудобно Короче, ребята, определенно, это самое бесполезное, что я когда-либо видел в стенд-оффе Двойной прыжок это... Ну, 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 посмотрите на вот это Ну, где мой нормальный прыжок? Не, ребят, на меня хватит Ну, а прямо сейчас вы увидите самый полезный лайфхак из всего этого видео Реально очень полезный и очень важный Поэтому внимательно смотрите О нет, я им все чувствую Третий лайфхак Правильный прицел повышает АИМ Я очень часто вижу игроков, у которых стоит дефолтный прицел И они даже не делают его статическим То есть при стрельбе прицел колбасит, как бешеного Кастомизируйте прицел под себя Знаете, почему надо делать прицел статическим? Просто посмотрите на динамический прицел Просто посмотрите на это! Что это такое? Что это за марианская впадина? Вы просто, ребят, посмотрите на статический прицел Но я не могу, мне тяжело это прицел посмотреть Как его колбасит Это что-то невообразимое По поводу прицела Я всем рекомендую делать такие настройки, как у меня Ребят, это секретный прицел Он есть только у меня и у Тик-Така Поэтому Вот, вот И самое-самое главное Делаем статический прицел Лично мое мнение Вот такой вот прицел, как у меня На данный момент он самый удобный И самый крутой Поэтому рекомендую всем именно его Четвертый лайфхак Четвертый лайфхак Повышайте FPS Довольно сложно играть, когда у тебя игра выдает 20 FPS Заходите в настройки Включайте счетчик FPS В общем, ребята Суть данного лайфхака в том, что надо повышать FPS По мне он самый баянистый Потому что это и так понятно Но мало ли кто-то не знает Мало ли кто-то только родился в 2019 году Вот, смотрите Включайте галочку счетчик FPS И надо, чтобы у вас FPS было минимум от 50 Это минимум Если у вас, допустим, FPS Там 40 или 30 Это вообще габела Ну, допустим, 30 FPS То вы просто закрываете всевозможные приложения И также, очень-очень важно В настройках видео Делайте все на низкое Если FPS будет все равно Очень низким Тогда ставите на очень низкое Если все равно будет очень низким Тогда просто выбрасывайте ваш телефон нахрен Идемте дальше Следующий лайфхак И последний на сегодня Пятый и самый интересный лайфхак Фарм скинов Ну тут я не согласен В стендов 2 куча крутейших скинов И нам нужно их заполучить В игре есть две валюты Это монеты и голда Голда это донат Но в этом ролике донат нас не сильно интересует Будем фармить монеты Монеты можно фармить через сыгранные катки Обратите внимание на гонку вооружения И новогодний ивент Санта Клаус Там можно без напряга фармить монеты Как я понимаю Это раньше можно было фармить монеты В этих режимах Сейчас на данный момент Фармить монеты В этих режимах нельзя Потому что ты монеты не получаешь Сейчас есть только один выход Смотреть рекламу Но вы ребята Просто посмотрите на это Но вы еще офигеете не меньше чем я 5 серебра Ты получаешь за одну рекламу И прикол в том Что реклама не бесконечная То есть как по мне это очень даже невыгодно Лучше заниматься трейдингом Я ребята снимал видео Мало ли кто не видел Как можно с нуля подняться И заработать себе реально голды Это гораздо круче Гораздо удобней И хотя бы если у тебя есть Хотя бы 10 голды То это гораздо быстрее Чем смотреть рекламу за монеты Ну что ж да ребятки В принципе на этом все Если вам понравились подобные лайфхаки И эта рубрика Обязательно поставьте лайк Вели тоже огромный лайк Потому что снял видео по делу Лайфхаки реально крутые Почти все кроме последнего С вами был Кент и пока Поставьте лайк Подпишитесь Напишите какой-то хороший комментарий Всем удачи И всем пока Пока пока